Чаттердаг. Шатер-гора. Высота 1525 метров. С востока и запада Чаттердага имеются понижения, перевалы. По восточному, ангарскому перевалу проложено шоссе из Симферополя в Алушту. Пещера тысячеголовая на Чаттердаге. Из всех горных великанов Крыма самый величественный, Чаттердаг. Гордо вознес он свою вершину над степью. Долинами. Горными хребтами. Берегом моря. Откуда не посмотришь. Кажется. Будто гигантский шатер поставлен на поверхность полуострова. В недрах горы скрыты подземные дворцы. Тому, кто проникает сюда по извилистым ходам, кажется, при неверном свете фонарей и свечей, что каменные стены и потолки чудесно убраны лепными украшениями и хрусталем. Словно чей-то волшебный резец потрудился тут. Местами сталактитовые украшения стен напоминают изящнейшее кружево самого причудливого рисунка. Кое-где сарок, разделяющих залы, свешиваются драпировки с густой бахромой из длинных и тонких сосулек сталактитов. На них дрожат и серебрятся прозрачные капли воды, просачивающиеся сквозь толщу горы и звонко падающие с высоты на сырой пол подземелья. Пламя свечей переливается миллионами блесток в этих трепещущих каплях. И кажется, будто бахрома состоит из алмазных нитей. В неровно колеблющемся свете по стенам ползут причудливые тени. Много тайн хранят эти глубокие пещеры. Много преданий связано с ними. Вот одно такое предание. Было страшное время, когда на полуостров грянули дикие кочевники-завоеватели. А они разоряли города и селения. Убивали жителей. Порабощали их. Спасая свою жизнь, жители уходили в леса и горы и скрывались там в укромных местах. Нападению кочевников подверглось и население цветущей Алуштинской долины. Большая группа поселян поднялась на чаттердак и поспешила спрятаться в одной из пещер. Она была очень удобна. Утесы и каменные глыбы. Густой кустарник и деревья прикрывали вход, незаметную узкую щель. Дальше шла длинная, извилистая нора. По ней человек мог проникнуть в пещеру только ползком. Затем ход расширялся и приводил в обширное помещение, способное вместить множество людей. В этом убежище можно было считать себя в безопасности. В кустах у входа беглецы выставили стражу, чтобы враг не мог подойти незамеченным к пещере. Боясь попасть в руки кочевников, люди редко выходили из пещеры. Вскоре они стали терпеть мучения от голода и особенно от жажды. Вода, которую по каплям собирали со стен, не могла напоить массу людей. Тогда одна смелая девушка решила найти источник где-либо вне пещеры. Однажды лунной ночью она вышла наружу и неподалеку от убежища нашла меж бесплодных скал небольшую полянку, заросшую чудесными цветами. Среди цветов скрывался родник с кристально чистой водой. За водой к роднику нельзя было послать много людей. Может быть, поблизости притаились вражеские лазутчики. К источнику по ночам ходила только девушка. Набирала полные сосуды воды и относила их в пещеру. «Если я попаду в руки врагов», говорила девушка, «я буду молчать. Как эти скалы. Пусть даже меня разорвут на куски». Любовались смелой самоотверженной девушкой седые утесы. Зеленые деревья. Шелковистая травка просилась ей под ноги. «Чудесные цветы», — шептали. «Мы украсим твой путь. Храбрая девушка. И там, где ступали ее ноги, где падали на землю из сосудов капли воды, вырастали цветы дивной красоты». Между тем отряд кочевников пришел на нижнее плато Четердага. Стали вести поиски беглецов. Однако убежища их не находили. Но вот кто-то из воинов увидел цепочку ярких цветов. Пролегшую от родника куда-то в заросли. К нагромождению каменных глыб. Пошли вражеские воины по этой цепочке и заметили вход в пещеру. Увидели следы многих людей на влажной земле у входа. Догадался предводитель отряда. Где скрываются беглецы? Жестоки были завоеватели. Никого не привыкли они щадить. Велел предводитель отряда набрать побольше хвороста и сухой травы. Завалили воины выход из пещеры. Развели огонь. А второго выхода не было. Потек внутрь густой удушливый дым. И погибли от него в страшных мучениях все беглецы, мужчины. Женщины и дети. Многими десятилетиями позже зашли какие-то смельчаки в эту пещеру-могилу и увидели. Что весь ее пол покрыт людскими костями. Черепа погибших смотрели на смельчаков темными пустыми глазницами. Не было уже в те дни и чудесных цветов. Их вытоптали кони кочевников. И сяк родник. Даже вода ушла вглубь земли от жестоких завоевателей. Люди. Побывавшие в пещере-могиле. Потрясенные. Спустились в долину и поведали всем об увиденном. Народная молва исчисляет погибших в тысячу человек. Отчего и названа пещера Тысячеголовой. Пещера Тысячеголовая находится на нижнем плато Четердага и является одной из достопримечательностей Крыма. Ежегодно пещеру посещают тысячи туристов. До сих пор в отдаленных уголках пещеры встречаются человеческие кости. Которых несколько десятков лет назад. По свидетельству многих экскурсантов. Было огромное количество. Это же подтверждают в своих очерках Крым-Оведы Е. Марков. Страницы Елпатьевские и другие. Которые видели в пещере человеческие кости и черепа. Появление человеческих скелетов в пещере Тысячеголовой многие археологи объясняют тем. Что в период средневековья она могла быть использована как могильник. Кости встречаются и в других пещерах Крыма. Массовая гибель людей от дыма маловероятна. Так как Тысячеголовая не имеет второго отверстия. А вследствие этого и тяги. Поэтому дым от костров не смог бы проникнуть в глубину пещеры. Легенда записана в 1935 году от Н. Снежкова из Алушты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова